Чёрная пятница 11 вересня для Франции Так называют серию терактов, которые отбились в Париже с прошлого дня. Какие наступны будут иметь эта трагедия для Франции, Европы, Беларуси и света? Но мы не боремся против терроризма. В этом хранили. Эти темы в следующей передаче «Зона свободы», которую буду вести я, Александр Лукашок. Разом со мной в студии политический аналитик Центральной службы новинов Клэр Бік, мой коллега Юрий Дракахруст и на видеосувязи в Менску Виталь Цыганков. Так само в сегодняшней программе. Голос народу. Что нужно делать, чтобы в Беларуси не отбывались теракты, подобные на Парижске? И во всем мире так, чтобы терактов не было. У меня сейчас еще одно вопрос, связанное с терактом у Парижа. Эксклюзив «Зоны свободы». Интервью за экскандидатом у президента и белым политвязням Миколом Статкевичем. Безумовно, Парижские теракты могли быть использованы просто режимами постсоветскими для закручивания гаек. Так само в «Зоне» голос Сецева, что хвалявала на минулом тидне беларуский интернет. Клэр, конечно, первое питание у меня до вас. Вы народились в Париже. Ваш батька живет в Париже. Ваши чены семьи живут в Париже. Ваши сябры, знайомые. Какая была ваша реакция и их реакция на то, что отбылось 13-го веков, не в минулую пятницу? 13-го листопада. 13-го листопада. Я на самом деле в этот вечер сидела, ужинала с французскими друзьями, половина из которых, кстати, из мусульманских стран происхождением. И, как положено с французами, мы телефоны убираем, не отвечаем на звонки. В общем, мы сидели и ужинали. И я вернулась домой где-то там полдвенадцатого. И только тогда я уже посмотрела на телефон, и у меня звонки, сообщения, смски от друзей. Не французов, чтобы понять, если у моих все в порядке, от папы, мамы, от всех. Вы узнали, что дома с отцом все в порядке? Мы могли быть там, в принципе, да? И тоже глубокая печаль потерянных жизни. И тоже мы все боимся о последствиях. Вот вы сказали, глубокий сумм, шок. Але вы не сказали злость. Вы не сказали, чему такое отбылось? Куды глядели спецслужбы? Злость. Злость, конечно. И это второй раз. Мы так начали этот год теракта. Мы его терактом заканчиваем. Конечно. Вы говорите про Шарли Эбдо. Я говорю, да, про Шарли Эбдо. Это было уже достаточно страшно. И сейчас еще хуже. И нам все эксперты сейчас говорят, что это только начало. Что мы там враг номер один ИГИЛа. Что дальше будет, конечно, страшно. Не хочется бояться, да. Потому что это то, что они хотят. Но все равно. Французы лечат виноватым державу, что службы беспеки не смогли попередить теракт. Каким удержала великая группа людей, которые рыхтовали долго? Это ни дея, ни одиночки. Пока реакция французов во время его разговоров в социальных сетях это скорбь, это шок, это злость, может быть. Но пока никто никого не обвиняет. Пока рано. Этого все будет. Но эксперты выступают сейчас контртерроризм во Франции. И говорят, мы вас давно предупреждаем. Есть известный достаточно следователь, вот французский Марк Треведик. А он говорил еще в сентябре, еще летом, он говорил, теракт будет большой еще после Шарля Бду. Скоординированный, кровавый будет. Готовьтесь. И вот почему-то... Питание по трехтовке. Виталь, как реагировали французы, как реагировали члены семьи, например, Клэр, знакомые, мы разумеем. Как реагировали, по-вашему, белорусские громадцы на то, что отбылось в Париже? Далека от них, тем не менее, в городе, який все ведают. Я думаю, можно мерковать тем лику по реакции социальных сеток. Это тое место, где белорусы традиционно, политично активные и громадско-активные белорусы традиционно обмерковывают все проблемы. И первая часть реакции, это, конечно, была проява солидарности. Доволи шмак людей выказали некие слова с почуванья солидарности и, что называется, поменяли свои аватарки с французским коллеры, перепранули их коллеры французского стягу. И это застаётся и зараз, и это такая проява солидарности. Другая реакция, которая мне меньше спадабалась, это была такая занадкая эмоциональность, когда выказывались самые разностайные и часто просто шаленые версии. Это была тая просто хвилина, когда, например, мне самому не хотелось ничего говорить, помолчать, покольки с одного боку, одни пишут, что тут виновата Россия, потому что, безумовно, Россия – это выгодно. Инши пишут, что виновата Америка, покольки это выгодно Америце. Третьи антисемиты пишут, что виноват Израиль, покольки Израилю хочется не натравить исламистов ислам на Европу. Четвертый пишут, что, наоборот, вось нареште павинны европейцы заразуметь, как треба стасоваться за арабами, мол, треба только жорстка, не треба воспринимать их, как цивилизованных людей и так далее. И вот на хвале всех этих эмоций, часто мне сдавалось, что просто перехвозь в них этих эмоций ушло, хотелось просто промолчать и быть в боку от этих дискуссий. На жаль, не все они были цивилизованными, не все они были корректными. Юры, а як бы вы так само отказали на гэтае пытанец? Изменилась реакция и громадства, и улады на теракты, потому что не первый раз отбывается за опошние десять годов. Чим отметность этой реакции? Ну, видите, по-перше, я до того, что сказал Виталь, дадал бы, что довольно шмат людей пришли до амбасады Франции в Менску, принесли кветки, было довольно шмат кветок. То есть, все ж таки, частка громадства продемонстровала, что гэты парызский боль, и он беларусам не чужы. Это не дедалека, это не тое, что нас не тычется. И все ж таки, вось, пасля 2011 года, пасля 2011 года выбуха у метро, ну, беларусы уже не успрымают теракты, как некая такая абстракция, как нечто такое, что вельми далёко. Али, вот, может Виталь со мной не погодится, али мне сдаётся, что всё ж таки, коли казать про массовое ставление, про массовую реакцию, то это, в первую очередь, страх. И я бы тут поравнал с реакцией, скажем, беларусов на тое, что отбывалось во Украине. В этом сэнсе мы ведаем, что всё ж таки, значная частка, напевно, большасть, як бы, патрымливала в этом конфликте Россию. Але, что тычется позиции самой Беларуси, то первоважная позиция была, не, 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 далей нам этого не треба. И я меркую, что тое самое и в ситуации с французским выбухом. То есть, да, мы спочуваем, но вот не дай Бог... И это отлумачить стриманную реакцию Лукашенко, например, таки от имя державы говорить. Ну, по-перше, я бы сказал, что Лукашенко всё ж таки, по-перше, официально послав спочуванне президенту Алянду. Але я меркую, что он тут, ну, просто, может быть, различил, что, як бы, ситуация, хоть чай працюе на яго, без яго, на вот слово. То есть, вот это любимый мид беларуской пропаганды, что Беларусь там выспа стабильности и так далей. Ну, вот в этой конкретной ситуации это выглядает так. Теракты в Парижи... А тут ещё варта сказать, коли вот мы уже зараз говорим, что это ланцух, это спачатку взрыв российского самолёта, потом теракты в Парижи, а в Беларуси этого нема. И вот я думаю, что всё-таки массовая реакция... Виталь больше сказал про реакцию в социальных сетках, али массовая реакция это как бы нам оказаться подалей от этого. Так само, яки далей от Сирии, далей от того, что отбывается, чем далей от им лепш. Клэр, вот теперь довольно выразно гучать голосы, что то, что отбывается, и то, что отбывалось в Париже, это война цивилизаций. Покольки это теракты, первоважно удельники их, это мусульмане, люди, які идусь на смерть с кличем Аллах Акбар, гучать мирковани, что это война с исламом. На кольки такие погляд становятся популярным у Франции? Я надеюсь, я хочу верить, что подавляющее большинство французов понимает разницу между исламом мусульманом и этой радикально фанатичной трактовки ислама. Все-таки мы живем в мультикультурной страной, много мусульман, мы живем вместе, мы понимаем все-таки этой религии, и понимаем, что это грубое искажение. Я думаю, что массовая реакция, раз мы говорим о массовой реакции французов, мы воспринимаем это как нападение на наш стиль жизни, на наши ценности демократические, секуляризм, строгий государственный секуляризм и на стиль жизни, который восплощает Париж. Это свобода, это любовь, это духи. Но все же это нападение идет сбоку певной частки света. Все боевики связаны так, цей наш, с исламской державой. Все же таки, что в политичном классе, в политичном классе французским, нема намеру выкаристать этот момент для набыття популярности голосов выборщиков? Ну естественно, госпожа Ле Пен и ее партия, Национальный фронт, уже начинают призывать жестким мерам, закручивая гайки против мусульман и так далее, естественно. Но пока Оланд в своей речи очень призвал французов не нападать на мусульман, различать опять же эту форму ислам от формы ислам, которую подавляющее большинство, повторяю, мусульман исповедует мирный ислам во Франции. Ну, надеюсь, что все-таки наши государства сможет придерживать умеренные позиции и не расколоть сообщество. Виталь, ну вы слышите, что Клэр представляет реакцию французского громадства, ну, принадлежно так, как она ее видит, как довольно стриманную и довольно дифференцированную погляд на проблему. Скажите, как, по-вашему, белорусский политичный класс на кольки вот эта теория войны цивилизаций, войны с исламом, спрощенные такие формульовки, на кольки они мают ходжение у Беларуси? Я думаю, безумовно, Беларуси и в широких массово-насельничества и в социальных сетках, где, как мы уже зазначили, люди іншие, люди больше политично активные, как раз идеи больше затятые бороться цивилизацией, войны цивилизацией, они, безумовно, больше популярны, чем у Франции. Любые дописы на то, что ислам завоевывает Европу, Европа повинна к этому сопростоять, такие достатково радикальные резкие заявы, они, безумовно, отримливают шмат лайков, симпатий и так далее. Коли уже брать этот термин, «Соток не не цивилизация», то нагадаю, что его увел Хантингтон, я тогда, когда эта книжка вышла, читал, и он мил на увазе, что не могут, был свой собливый отказ на знакомитый текст «Конец истории», и Хантингтон мил на увазе, что не будет такого взлетя на свете всех цивилизаций в одну заходную либеральную цивилизацию. Поколи это не близко еще такой мытой. Ну что ж, Виталь, ваша думка ясна. Юрий, вы ж так само сочетесь за этой дискуссией у Байнетти. Накольки, по-вашему, теория вот этого сутокнення непозбежного апокалипсичного цивилизации, популярной в Беларуси? Ну, я бы сказал, что она достатково популярна. Видите, она, кроме всего и прочего, грунтуется и на такой певной ксенофобии. Вот, например, о пытании показывают, что для беларусов, ну вот, социальная дистанция с, скажем, российцами, с европейцами, и она значительно больше короткая, чем с мусульманами, чем с жихарами, скажем там, с арабами, с жихарами Центральной Азии, например. И в этом сенсе понятно, что вот такие выпадки, они, как бы, кладутся на вот эту ксенофобию. А кроме того, видите, ну вот, есть певный страх, потому что вот Светлана Алексеевич давала нам интервью как раз после этих падеев, и она каже, что, ну вот, она еще до этого парижского теракта летела в самолете как раз в Париж, и побычь ее сядзел араб. Вот, вельми милый человек, усмехаўся, и она каже, что я просто, вот, супраць на вот своей воле, супраць своего разума, отчувала небеспеку, отчувала страх. Хаця я разумел, что вот гэтый человек не уявляет страх, але вот он у меня сядзить. Але такий человек, як Алексеевич, ну як бы може на гэтый конт рефлексовать, гэта падавлять. А што тычыцца, ведайць, вайны цивілізацій, ну варта памятыць, што вогулі ад рук мусульманских экстремістаў гіне значна больш мусульманаў, чым хрыстіанаў. Іншая справа, што это може такая пэвная оптыка нашага зроку, што мы не зауважаем ахвяраў террораў Стамбуліў, Каіры, это не дзе там, а кров у них такая же червоная, як и у нас. Это вельми важная заувага, што на сам реч, ад рук террористов, які в якасті некого стяга выкрыстогаўць Каран, саправдыгіння нашмат больш паследовников Карана, людей Карана, чым хрыстіянаў. Клэр, часам гучыць думка, што французы, ці Европа, сама віновата. Мультыкультуралізм, свабоды, ну эта думка не новая, але вы скажыце, як па вашему той, што адбылося, паўплывае на варешэнне міграцыйнава крызіса. Зараз Європа знаходецца в тисках этого крызіса. Тысячі утікачоў, десятки тысячоў, с близкого усхода рухаюцца ў Європу. Франція адмовляецца уже ад квотов Чехія, так сама вельмі неохвотна ставецца в Угорщіна, будуе Меже. Як эти теракты можуть паўплываць на европейскі адказ на крызіс с міграциў? Надо всегда вспомнить, что беженцы бегают от того же ИГИЛа, который на нас нападает. Многие французы и среди социалистов тоже призывают к более тщательным контролям не только во Франции, но на внешних границах Европы. Это, безусловно, будет происходить, я не сомневаюсь. Насчет политика интеграции Франции, мультикультурализма мы не можем отказаться, отказываться от этой традиции. Это наша страна, мы живем вместе. Сец, ненависть, не надо. Когда я ходила в школу, да, как девочка, у меня были много друзей, да, мусульман, французы, французские мусульман, они ходили в школу. Не было речи ни о ношении платка, ни о терактах. Мы ходили достаточно дружно. Был расизм, как везде, к сожалению. Но все-таки, как бы, жили в дружбе. Потом семьи захотели, чтобы эти девочки носили, да, платок. Потом еще, еще, еще. Проблема здесь радикализации вот, среди французских мусульман. Потому что влияние на наших, как бы, да, французских мусульман извне. Извне. Вот как бороться с этим? Закрыть строго, да, границы, выгнать беженцев, это не... Вот я вам задам питание. Я веду, что вы казали про свой школьный досвид. Ваш сын учится у французской школы. Як французские школы тлумачили детям, что отбылось? Вы знаете, когда случился теракт против Шарле Бдо, ничего не было сделано в школах. И учителя слышали разные отзывы от детей. Кто-то говорил, я Шарли. А кто-то говорил, а вот я не Шарли. Я вот приветствую такое нападение. И после этого, когда случился вот этот теракт, французские власти попросили всем учителям по всей школе, по всей стране во всех школах минимум полчаса поговорить с детьми о теракте. Мой сын, моему сыну 6 лет. Когда это случилось, в субботу у меня было не очень хорошее, скажем, настроение. Я не очень хотела ему говорить об этом, но он понял, что что-то случилось. Я ему очень коротко объяснила. И я думала, что на всём, на этом и закончится. Ну, следующий день он пошёл в школу, там уже милиционеры стоят с оружием у входа, и у них был минут молчания и вот полчаса беседы с учителями. Это хорошо, наверное, но с другой стороны печально, что вот такие маленькие дети должны обсуждать такие... Так какие месседжи они отримали? Что им сказали? Мне сложно понять. Из его усть он маленький, и он не всё понимает. Ну, что это неправильно, что есть люди, которые трактуют свою религию так, и хотят нападать на насть, потому что мы по-другому думаем. И они маленькие ещё, как бы простыми словами надо объяснить. Ну, он пришёл домой, и у него очень много вопросов было, и пока он не понимает. То есть это ваша размова, ваша утром началась, и она, видать, будет протягиваться? Да, и вечером, и несколько дней говорим об этом, но он не может понять. Он всё спрашивает, а почему, почему, а мне трудно ему давать ответить. Ну что ж, не только шести годовые дети часом не могут заразуметь, чему отбывается то и что отбывается. Что треба робить, как у Беларуси не отбылись акты подобные на то, что отбылось у Парижа? Даже с таким пытанием мы взвернулись до Минакова на Минских улицах. Я думаю, в первую очередь должны начинаться какие-то переговоры, чтобы все страны наши, Россия, Америка в первую очередь, ну, начали как-то переговариваться, сотрудничать по этому поводу. Надо проводить нашу внешнюю политику, не только нашу, а и во всём мире так, чтобы терактов не было. Надо быть очень внимательным, обращать внимание на тех, которые находятся вокруг тебя. И опять же, быть небезучастным к судьбе других людей. А эти французы были обаяковые, а далёсу? Ну, понимаете, просто ментальность у французов совсем другая, как у белорусов. Как бы не такими толерантными нужно быть. Нужно всё-таки обращать внимание на тех, кто живёт рядом. С подзею, что в нашей Украине такие теракты николи не отбудутся. Потому что наша Украина всё-таки больше спокойная, толерантная. И с подзею, что наши силовики больше подрактованные, чем французские. И больше, я бы сказала так, расслабились Европа. У нас спокойная страна, спокойное государство. Всё у нас в порядке. Когда мы нашли что-нибудь необычное, нужно обращаться в силовые структуры, чтобы они разбирались с этим. Ну, то есть, ну, смотреть, что творится, не быть безразличным. Министерство внутренних дел и милицию даже усилить. Белорусам следует быть добрее, я считаю, к окружающим, друг к другу. Следует ценить, что мы имеем сейчас. А сейчас мы имеем нашу мирную Беларусь. Всё. Бороться за мир, не допускать войны и помогать обустраивать им комфортную жизнь на родине. Я, как врач, помогаю детям в других странах. Поэтому бежать в другую страну – это не выход, мне кажется. Вот такие голосы на Менских улицах. Али ореха, конечно, Парижская чувац не только в Менску, его чувац и в Вашингтоне. Президент Талант уже запросил допомогу излученных штатов. И так само своя испочування и удел в отказе активно начала пропановывать Россия. Пытание, якое зараз задается шмат хто у свете, ци не поштурхнуть Парижские теракты до радикального сближения Захаду и Москвы, минавита на глебе боротьбы с исламским терроризмом. И ци не приведзе это в решті решт до того, што пытание Украины вогуле будзе знята с парадку дня. И Россия знов стане часткой, так бы мовить, антигитлеровской коалиции, Юры. Ну, видите, я думаю, што все пытание, вся проблема в ступени, але то, што тенденция до певного сближения России с Захадом по пытании террору, по пытании змагания с исламской державой и некая адыход на другий план украинской проблематики, ну, мне здаецца, это видовольствие, и это уже отбывается. Вось гучали голосы пасля адразу теракту неких аналитиков, што, мовляв, да не треба Заходу это спрыяние России. Ну, вот спадар Аланд сказал, як ён бачыць, ён леціць 24-го в Вашингтон листопада, а 26-го леціць в Москву. Значит, ён лічыць, што гэта трэба. На вот тон размова падчас саміту Великой Двадцатки в Анталии мы бачыли, што ён вельмя адрознівався ад тона саміту Великой Двадцатки год тому ў Австралии. Ну, в этом сенсі, видите, тут уже єсь такое, так сказати, простое мерковання, що Європа не настільки моцна, як обвести дві війни. Адразу із Росії, так би мовить, із ісламської держави. Ісламська держава зараз – це найбільша небезпека. І інша справа, інша справа, що як би я меркую, що цалком заплющувати в очі на те, що відбувається в Україні, дарувати, забувати, Заход не буде. І не буде не толькі патаму, што Єон там НАТО любить Україну і з солідарності, Єон не буде этого робіць з мерковання у безпекі. Тому, што анексія, кавалка чужої території – гэта ёсь пагроза ўсё Європе, гэта ёсь працедент. І таму, вот, просто этого забываць не будуть. Клэр, забуде Париж, Крым? Я не уверена, я надеюсь, что нет, но я все-таки, Юрий, думаю, что когда тематика уходит из первых полос газет, все-таки это имеет определенные последствия. А если все эти страны будут работать с Россией, в том числе моя, Франция, придется каким-то образом, даже если никто это не признает, идти на какие-то компромиссы. Я думаю, что цель Путина с этой сирийской кампанией заключается и тоже в этом. Тоже и в этом. Віталь, вельми короткое пытание для вас. То,е, что отбылось у Парижа, як повплывае на относіны поміж Беларусю і Заходом? Я маю нова зі санкцій, перспективы далейшого развіця относіну. Безумовно отбудеться той же самый эффект, що зараз колеги говорили на конт Крыму. Трошки беларусська тема буде відсунута на фоне більш таких важних темів. Але, поколі Александру Лукашенко мовчить, мені здавалося, що він поспробує не як використати цю ситуацію, в силу своїх стіплых махчимасців на міжнародній арені, але черговий раз підкресить, яка добрая Беларусь, як іна змагається з міжнародним террорізмом, як іна допомагає іншим державам, як іна не дає внутрі себе террорізму з'явіцца і так далей. І, ну, што назваецца, намаліваць Беларусь як таку узорну країну на гэтым фоне. Але, мені здаецца, все-таки, в гэтым сенсі, в сенсі глобальних гульців, Беларусь застанецца на периферії, ніхто особлива не зауважаць гэты намагані, так што наврядці шматчого змінецца. Ну і Росія в таких глобальних великих гульнях нават дробный союзник, такий невельмі потрібный, в тым сенсі, што Росія тут обыходецца сама, і в нег так привязацца до Росії в гэтых негких мероприямствах в Сирії Беларусь і не будзе, і нема в гэтым патрэбы, да і Росія на нем патрэбна. Ну што ж, рэха паріжських выбухав часам можна пачуць в самых далекіх падзеях, часам яно нам мроюць, на сам речі га нема, і там падзея мог діктуваць з усім іншими прычинами. Тым не менш, відаць, вельмі гучно в Беларусі все-таки эта рэха гучала в інтернеті. Улов беларускава сеціва, традиційная рубрика «Зоны». Юля Коцкая про тое, што писалі ў байнеці на минулым тыні. Трагедія ў Парижі падзілила беларускава сеціва ровно на столькі, на колькі розколоўся увесь цивілізованы свєт. Часка користальнікам аб'явіла байкот мігрантам і розшучий протест ісламу, який паквапівся на увесь цивілізованы свєт. Ва ўсім свєті спочуваюць загинулым, а ў Рускамоўным узгадываюць про Шарлі. Другая частка супакойвала, мауляў, праблемы не ў ісламі, а ў конкретных людях – террористах. Наступне пытаўне – тіма і злочынныць релігію і національність. Іншіі пісалі, што трыба змагацься не з ісламськай дзержавай, а з Путиным і Русским свєтам. І ўсєві дому давалі парады. Франціі треба нешто робіць своїми спецслужбами. Фейсбук пропонував на знак солідарності перафарбаваць своє аватаркі у колері французького стягу. Так зрабілі многі і беларусы. Але і тут скандал. Чому, коли розбіўся російські самоліт, ті забіли людзей у Лібані, фейсбук не був такім сантиментальним. Мауляў – двайні стандарты. Антольма толька піша. Открыл ФБ, а там спрыжки. Не перафарбавал аватарку – не спочуваєш. Закрыл ФБ. Давайте перестанем докарать один одногом і свариться. А будем заставацься людьми. С вами була Юля Коцкая. Свобода.орг – неодзіна наш адрес у інтернеті. Свобода можна читати у Фейсбуку, Вконтакте, у Твіттере. Открейте, підпишістіся, задайте питання, пришліте отказ. Це ваша свобода. І для одзельніка в нашій сьогоднішній дискусії някалькі коротких питання з інтернету. Юрі, перше для вас. Ці будуть білорусы воювати у Сирії? Меркую, що не. Клэр, ваше питання. Ці приведусь теракты в Парижі до влады Марі́н Лёпен? Я надіюсь, що не. І, Віталь, опошнє питання для вас. У якім випадку ісламські терористи, по-вашому, можуть спрысти у Білорусі? У ближайші годы, сподіюся, такої вмагчимості нема. І не повинна возникнеть. Ну, што ж, от такі відкази наших аналітиків на питання Сєціва. А зараз – ексклюзи в зоні свобода. У гості передачі були кандидату Президенту Білорусі, були вязін сумлення Микола Статкевич. Як ви думаєте, як белорусська влада тепер може скористати теракту Парижі на свою користь? Як ви думаєте, що? Я вогля тут не бачу ніяка ні шансування, ні шансування. Ну, не було б гатеракту у Нью-Йорку в 2001 році. І що? Як б це повплувало твой цінший бок на нашу ситуацію? Ніяк. Ну, заяву лишнього написали тебе. І все. Аналогично там. Ну, тим більше, хакамады немців. Ніяк це не впливає на нашу ситуацію. Так що давайте свої проблеми будем вирішати самі. Безмовно, Парижські теракті могли бути скористані просто режимами постсовєцкими. І не тільки постсовєцкими. Любими авторитарними несвободними режимами діля закручення гаек. Бо безпека – це за все така зручна нагода. Там террористы мусульманскі забили людей. Так давайте ми тут оппозиціонерів демократів забилить в крышку. Була нагода і махчимаці. Говорі зараз про махчимаці. В режимах банально не стоїть гроші. Мені ще даруці не вкупіли. Гроші ще за це, що я вийшов, ніхто не отримав. І сподзіюся, не отримає. Так що зараз хотілося безумовно. Весь час хотілося. Я ж не розумію, що коли я акцію проводив під час выборов, там вельмі хотілося нехто зробіть, аж капітами відбіли підначалі. І зараз так само вельмі хочеться. Пытання тим – тихо п'ять грошей на це. Вот і все. А що зробіть, як у Беларусі не відбулися такі теракти, як у Парижі? Ці не відбудуться. Відається, не лізти невелика країна, не оборонена ніякій коаліцією. Буває так, що країна вступає великою коаліцією, силовою коаліцією, воєнний блок. І вона тримує плюс і мінус. Вона тримує безпеку велику, гаранту свого існовання, теритуальну цілісність, серенітету. Але за це вона платить з тим, що вона вимушена в дзельництві в ніяких компаніях. І так само відбувається погроза терактів на території. Це вже кожен народ вибирає, ці варто. Це залежить від ситуації. Але коли країна не оборонена ніякій коаліцією, і лізь в геополітичні, всякі глобальні, ніякі гульні, тим більше силові конфлікти мабуть просто не варто. Ось і все. У нас ми невелікі і магутні. Нам треба спочатку розбацься зі своїми проблемами. Дякую вам великі за готару. Дякую вам. Свет у 21-шім стахозі по ранейшому зустаєць небезпечім. І часом небезпека гэта кож свабоды. Вось на початку года, коли був теракт, супраць часопіса Шарлия Бдо, був пабулярний слоган «Josui, Шарли, я Шарли». Сьогодні часом говорить «Josui, Парі, я Париж». Що це означає? Ну, це, во-первых, солідарність всього міра. С нашим городом, с нашим народом, с нашою страною. Ми дуже благодарні, приветствуємо. Це важливо для нас. Ну, з нашої сторони «Josui, Парі» – це значить «виходити на вулицю», «продовжати сидити на терасах кафе». Це наш образ жизни. Ми любимо це робити. Ми будемо дальше це робити. Виходити, общатися на любой темі, як ми всегда це робили. Ходити на рок-концерт і продовжати жити. Не бояться, тому що це именно те, що ці люди хочуть. Не бояться і працягуваць жити як свабодные люди. Ось гось нашої сьогоднішній передачі, Микола Статкевич, заплатів за своє жадання, меркавання, прагу, жити як свабодний чоловек високую ціну, п'ять гадоў туремного зневоління. Але за каштовності свабоды такці іначы довояться платіць усім, усім людзям і громадствам, які прагнуті відстоююць їх. Такий контекст тих падзея, про які ми з Клэр Біг, Юрієм Дракахрустам і Уменску з Віталем Цыганковым думалі, спрачаліся, шукалі адказы разом. Музика